В Экибастузе продолжается устранение последствий аварии на ТЭЦ. Дома поэтапно подключаются к отоплению, однако режим ЧАЭС все еще сохраняется. Сегодня в 4.30 утра в 15 домах Экибастуза временно приостановили подачу тепла из-за порыва на внутриквартальной теплосети в одном из микрорайонов. О текущей ситуации в городе горняков и энергетиков в следующем материале. Аким города Экибастуза выразил благодарность жителям города и страны, которые не остались равнодушными к проблемам замерзающих горожан. Ремонтно-восстановительные работы не останавливаются ни на минуту, уже больше недели. Во все дома, как я вчера и говорил, на тепловые узлы всех жилых домов многоэтажных подан теплоноситель. Это значит, что горячая вода, которую дает ТЭЦ, она заходит по магистральным сетям, через внутриквартальные сети, оно попадает на центральный тепловой узел дома. С этого центрального теплового узла происходит распределение всего теплоносителя внутрь по квартирам. Иными словами, в подвале существует тепловой узел, по которому циркулирует теплоноситель, горячая вода, которую нагревает ТЭЦ. Оттуда, с этого теплового узла, уже по стоякам на батареи, дальше идет разводка. Поэтому я вчера не ошибся, когда сказал о том, что на все тепловые узлы многоэтажных жилых домов подан теплоноситель. В 12 многоквартирных жилых домах ведется наладка новых радиаторов. Уже установлено порядка 2000 батарей, а на складах находится 4000. На 28 домах сейчас отогреваются трубопроводы с холодной водой. Всего в ремонтно-восстановительных работах участвует 851 человек. Компенсация ущерба пострадавшим кибастутцам еще не началась. Но Акиматом города уже принято свыше 2000 обращений. Также ведутся работы и в частном жилом секторе. Дома поэтапно подключаются к теплу. У нас в городе имеются 12 пунктов обогрева. В 7 из них у нас расположены пункты приема заявлений. Заявления пишутся в произвольной форме с указанием конкретных причин и требуемого возмещения ущерба. Если уже были произведены какие-то работы самостоятельно, то с продолжением всех необходимых фискальных документов. И после этого комиссионно будем обследовать и в течение, как правило, трех дней идет возмущение. Для размещения специалистов с других областей страны на время их работы в шахтерском городке оборудованы два пункта обогрева. Евгения Мягченко, Иртасакпарат.